Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Добро пожаловать на мой YouTube-канал, где мы с вами учимся управлять своей реальностью с помощью изменения своего мышления. Вот так вот просто. Изменяя то, что находится у нас в голове, свое представление о мире, свои мысли, мы с вами меняем свою реальность. Ну, разве это не чудо? Если вы не подписаны на мой канал, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. Ну, а если подписаны, давайте с вами начнем. Но перед тем, как приступить к теме, я хочу напомнить вам о своей книге, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу», которую вы можете прямо сейчас скачать, ну, после просмотра видео, и начать читать или слушать. Ссылочка находится под этим видео в описании. Скачивайте, читайте, и здесь вы найдете очень много классных рекомендаций и очень простых, которые прямо сегодня, в течение прочтения этой книги, начнут помогать вам менять вашу жизнь так, как вы захотите. Итак, а прямо сейчас я хочу с вами поговорить на тему осознанности. И не думайте, пожалуйста, что эта тема неинтересна, мол, ну, что я интересного здесь знаю. Вы знаете, как минимум, вот эта вот формулировка «осознанный человек» или, как мы любим о себе говорить, «я достаточно осознан», вот она является на слуху сейчас, в это время, очень популярна. Но мало кто вообще понимает, что означает «осознанный человек». И я бы сегодня хотела эту тему немножечко пожмякать и потрогать. Для чего? Для того, чтобы вы вообще поняли, кто такой осознанный человек, начали на самом деле пытаться им быть и всякую хрень в своей голове не держали, которая не просто отравляет вам жизнь, а которая покрывает ваше безделье. Поэтому это видео будет очень интересным. Досмотрите, пожалуйста, его до конца. Что же такое вот эта осознанность? Многие люди путают фразу и формулировку «осознанный человек» с некой святостью. Если я осознанный, значит, я святой. Ну, давайте это обозначим вот так. Вот у нас есть тут такой осознанный человечек, такой появился интересный такой магнитичек. Вот он у нас осознанный, классный, и мы ему делаем такое прямо, это у меня корона, не знаю, нимб. То есть он осознанный, как будто бы это некий тибетский монах, который сидит, и он такой просветленный. Вот осознанный тут же, давайте напишем, осознанный равно в нашей голове святой или равно просветленный. Соответственно, этот человек не ругается матом, этот человек ничего не излучает, никакой злости. Этот человек не может заниматься какими-то простыми делами, он же осознанный, просветленный. Он ищет смысл жизни, он ищет проявление, как люди часто говорят, я ищу свое проявление в этой реальности. Он подключен к космосу, и вот он осознанный. Нет. Нет и еще раз нет. Самая вот эта формулировка людей, которые именно так понимают осознанность, это типичные лентяи. Так легко нацепить на себя вот этот нимб и сказать, я такой просветленный, работа, деньги, для меня это так низко. Я не хочу про это думать и говорить. Для меня важны другие законы. Я нахожусь в других материях. Значит, вот именно эта формулировка осознанности крайне неправильная и, я бы сказала, даже унижающая понимание осознанного человека. Люди очень любят, не понимая смысл фразы, не придумывая какую-то для себя такую, знаете, отмазочку в контексте того, чтобы ничего не делать, чтобы снять с себя ответственность, но обязательно примкнуть к лику святых, обязательно на себя вот какую-то такую вот масочку и надеть. Мол, я осознанный. Ничего подобного. Ты не осознанный. Ты банальный лентяй, трус, человек, который ни черта не хочет делать. Давайте сразу же с вами договоримся, что вот эта осознанность и святость, это абсолютно разные вещи. Вы знаете, про светленность мы можем с вами говорить только тогда об этом, когда вы действительно уехали куда-то в Тибет, занимаетесь практиками, достигли в жизни многого и пошли искать другие пути. Но почему-то мне кажется, что вот конкретно к вам это не имеет никакого отношения. А вот если вы себя называете осознанным, но при этом у вас нету денег, нет нормальных отношений, нет нормального понимания, кто вы, чем вы занимаетесь, и вы все время бубните, постоянно чем-то недовольны, но при этом закрываетесь ликом святого человека, мол, я весь такой осознанный, мол, я ищу какие-то великие пути, мол, я нахожусь в астрале, пойду помедитирую, конечно же, есть очень много вопросов. Поэтому давайте вот эту вот ложь, фальшь уберем. И если вы кого-то в своем окружении знаете, кто считает себя суперосознанным, но при этом его жизнь, мягко говоря, напоминает такой, знаете, легенький кошмарчик, будем называть вещи своими именами. Лентяй, врунишка, потеряшка. Ну и, собственно, все. Когда я говорю с вами про осознанность, да и все нормальные люди, авторы, которые рассказывают вам про то, каким образом мы действительно связаны со своей реальностью, мы под словом осознанность подразумеваем очень простую вещь. Осознанный человек – это человек, который умеет думать, думать, анализировать, не просто что-то делать. Помните, я уже вам приводила такой пример, что в жизни большинство людей реагирует на то, что с ними происходит, как будто бы они играют в теннис, и их задача просто отбить мячики, и они не знают, как это делать, и они просто эти мячики отбивают. Точно так же человек в жизни, когда с ним происходят какие-то ситуации, он просто пытается быстрее от них избавиться, как-то разрешить эти ситуации, или наоборот сидит и скулит. Мол, какая же у меня жизнь тяжелая, находит кучу всяких там историй о том, как у него не получилось, и банально застреет в своем прошлом. Либо в своих прошлых успехах, ну когда-то-то у меня было, или в своих прошлых неудачах. Ну, это произошло, и я после этого не смог подняться. Осознанный человек — это человек, который умеет думать, анализировать, задавать вопросы. Почему со мной это происходит? Почему я выбираю для себя держаться за прошлое? Почему я боюсь начать что-то новое? Почему я так себя веду в той или иной ситуации? Почему я не умею строить отношений? Почему я делаю сейчас выбор быть бедным, а не богатым? Почему у меня всегда есть отмазки? Почему я всегда задаю вопрос «почему» и больше ничего не делаю? Осознанность — это про смыслы, про то, когда мы честно начинаем задавать себе вопросы и искать на них ответы. Когда у нас нету на все банальной отмазки. Повезло — не повезло, время — не время, получилось — не получилось, судьба — не судьба. Вот этот наборчик шаблончиков, знаете, как вот смайлики, которые мы ставим, да, выбирая из шаблончиков. Вот эта история про неосознанность. Мы лепим, не думая. А вот когда мне нужно выразить свои чувства и искренне поблагодарить человека, я вряд ли выберу смайлик. Я должна буду включиться и написать ему о том, что я чувствую, как для меня это важно, как на самом деле что-то произошло, где мы взаимодействовали и к чему меня это привело, и какая искренняя моя благодарность. Вместо этого можно влепить смайлик и просто пойти дальше. Так вот, осознанность — это как раз про умение немножечко порефлексировать. А это означает поанализировать, подумать, спросить себя. И не просто обидеться, а спросить себя, почему я сейчас обижаюсь, что именно меня цепляет, где мне неприятно и больно, из-за чего это, в чем здесь причина. Именно момент задавания этих вопросов и превращает нас в людей несколько другого уровня. В людей, которые развиваются, в людей, которые вместо того, чтобы регулярно и постоянно наступать на одни и те же грабли, попадать в одни и те же ситуации, снова вести себя так же и получать тот же результат, в какой-то момент останавливаются и говорят себе «стоп, значит, я что-то делаю не так». Значит, я не он, не кто-то, а я являюсь причиной того, что со мной происходит. Какой выбор я делаю? Чего я на самом деле хочу? Осознанность, друзья, это про это. Осознанность — это не про то, чтобы отречься от мира или повесить на себя какой-то такой модный святой лик и сказать, что все то, что есть в этой жизни, не имеет значения. Осознанность — это про то, когда ты задаешь себе вопрос, о чем я буду кормить своих детей, где будут жить мои дети, каким образом я хочу развиваться, как я хочу делать этот мир лучше, через то, чтобы работать. Не через то, чтобы быть ликом святым каким-то, а через то, чтобы находить свои таланты, применять их по жизни, зарабатывать деньги. Потому что деньги, мы с вами живем в мире, и они необходимы. И деньги — это не то, чего нужно стыдиться или бояться, а то, что нужно уметь зарабатывать. А для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно понимать сегодня в этом мире, кто ты, в чем твоя ценность. Нужно уметь взаимодействовать с людьми, которыми нужна эта ценность, которому нужны твои услуги. Нужно уметь продавать себя, да, продавать себя как товар, показывать, что ты можешь быть чем-то полезен. Это все сегодня про современный мир, и это про осознанность. Неосознанность — это когда вы говорите своим детям, «Все в мире плохо, все страшно, я ничего тебе не могу дать». Вот мы, бедные и несчастные, началась война, я ничего не могу поделать, и теперь мы будем сидеть, впроголодь и ждать, спасет нас кто-то или нет. Вот это история, которая не имеет никакого отношения к осознанности. Осознанность — это про то, когда я реализуюсь, когда я понимаю, что я пришла в этот мир для того, чтобы точно быть счастливой, для того, чтобы точно быть любимой, для того, чтобы точно созидать, делать, зарабатывать. Ведь мы не просто так пришли с вами в материальный мир, ведь мы бы могли с вами родиться где-нибудь в горах, например, и не было бы никаких возможностей, наш мозг бы не додумал до того, что можно как-то развиваться. Вот просто бы как раньше первобытные люди проживали бы какой-то небольшой период времени, потом бы от насморка погибали, и все. Но осознанность дала развитие, эволюцию этому миру именно через осознанность, через вопросы, через выявление новых потребностей, когда человек понимает, что интересно, а что там в космосе, когда он изучает, а как устроен мир, Земля, создают электричество. Именно через осознанность мы развиваемся, потому что неосознанные люди просто не задают себе этих вопросов. Поэтому если вы хотите примкнуть к ряду осознанных людей, это вообще не означает, что вы должны примкнуть к ряду ленивцев. Не нужно путать эти понятия и называть себя осознанным только потому, что вам нравится быть каким-то особенным человеком, который думает о чем-то высшем. Вы можете прийти к высшему после того, когда постигнете низшее, когда научитесь зарабатывать, когда научитесь быть востребованным, когда сможете обеспечивать свою жизнь и не страдать, когда научитесь понимать взаимосвязь между тем, кто я есть, как я думаю и какова моя реальность. Потому что если вы вечно ноете, страдаете и в чем-то нуждаетесь бесконечно, и при этом считаете, что вы так осознаны в своих страданиях и просто еще не нашли свой потенциал, забывайте эти слова. Мне кажется, эти слова сегодня очень многим людям портят жизнь, потому что этими словами большинство людей прикрываются. И именно вот эти истории, которые гласят о том, что я себя не нашел, свое жизненное предназначение, я не раскрыл свой внутренний потенциал, я не нашел свою реализацию в этом измерении. Простите, но когда вам нечего кушать, когда вы не можете себя и свою семью банально обеспечить так, чтобы они могли нормально жить, про какую осознанность вы говорите, про какое предназначение. Ваше главное предназначение — жить и развиваться. И те, кто не развиваются, покидают этот мир. Это главное, что вы должны знать. А развитие — это всегда про интерес. Это всегда про то, что мне интересно жить, я хочу жить, я хочу познать себя. А не войти, найти стабильную работу, найти стабильное состояние и стабильно дотянуть до 100 лет. А нахрена? Хочу я вас спросить. Вы что, цветочек или амеба? Или кто вы? Кто вы? Вы хотите быть пеньком, деревом или золотой рыбкой? Или вы хотите быть в зоопарке кротом или львом, который, когда умрет, поставит в зоопарке обязательно какой-то мемориальчик и напишет «прожил в нашем зоопарке 70 лет». Вы этого хотите? Включайте-ка свою осознанность по-настоящему. И знаете, живой человек – это человек, который ошибается. Человек, который падает, но человек, который поднимается. Это человек, который может ругаться, испытывать разные эмоции, иногда кричать, а иногда быть недовольным, как кто-то себя ведет. Но осознанность позволяет нам вернуться к себе. Осознанность позволяет нам задать себе вопрос, а почему я беспокоюсь и начинаю навязывать свое мнение другим? Почему я начинаю учить других, когда со своей собственной жизнью не разобрался? Почему я сижу и ною, вместо того, чтобы идти и на деле показывать, что я могу, раз уж я такой умный и такой осознан? Я очень надеюсь, что сегодня вашему мозгу пришла хорошая порция прутой пищи. Помните, у меня есть техника «мясорубка». И я говорю всегда о том, что какую информацию, какую пищу для вашего мозга вы в свою голову вкладываете, такая реальность вокруг вас и отражается. Я хочу, чтобы осознанность перестала быть в вашей жизни неосознанной приставкой, смайликом. Я хочу, чтобы вы начали думать, использовать свой мозг и свой внутренний потенциал по назначению. Использовать, а не искать. Ибо для того, чтобы что-то получить, любое необходимо действовать. Хотите чему-то научиться, об этом нужно не читать. Это нужно проживать и делать. Других вариантов пока еще никто не придумал. Но кто знает, возможно, вы будете первым. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Делитесь своими мыслями и инсайтами, которые приходят. Бросайте ссылки на мои видео своим друзьям, обсуждайте, думайте. И лучше говорите про это, нежели про новости, которые уже всем давно надоели. Это, по крайней мере, даст вам потенциал к вашему развитию. И не забывайте, что если вы хотите системно, классно над собой поработать, действительно в свою осознанность поднять, свою внутреннюю силу поднять, осознать, чего вы хотите, и, наконец, зажечься своей жизнью, обязательно приходите ко мне на обучающие программы. Например, на мой авторский марафон «Рерайтер жизни», где мы с вами пишем книгу о жизни своей мечты, где мы подробно разбираем о том, как работает наш мозг, очень понятно, очень просто, где мы начинаем осознавать, насколько плотная взаимосвязь между тем, что мы думаем, и между тем, какую реальность мы обретаем. Это крайне интересно. И самым главным бонусом является то, что ваша жизнь начинает меняться, а то, что вы написали, начинает осуществляться. И все это работает достаточно быстро и не так сложно и страшно, как кажется на первый взгляд. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, мне лайк, чтобы мне было еще приятней записывать вам следующие видео. И обязательно пишите темы, которые вас интересуют. Буду ждать вас, как всегда, в своем инстаграме, где со мной всегда можно пообщаться вживую. Ну и классного вам настроения. Пусть ваша осознанность приведет вас туда, куда вы сами желаете.